По огневым задачам на других оперативных направлениях, на Крымском оперативном направлении и на оперативно-стратегическом направлении Рашистская Федерация. В Генеральном штабе подтвердили удар по двум нефтебазам и полевому складу боеприпасов на территории Рашистской Федерации. В ночь на 28 августа, то есть вчерашняя ночь, был нанесен удар по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области. Возник пожар на территории вертикальных резервуаров этого объекта. Задание было выполнено подразделениями сил специальных операций Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими сил обороны. Кстати, сегодня утром по базе «Атлас» это база госрезерва Рашистская, то есть это та база, которая непосредственно накапливала топливо и обеспечивала Рашистскую армию. Произошел еще один взрыв резервуара, разлилось большое количество топлива и пожар начинает распространяться. Кстати, эта база, уже даже в сети появились мемы, что она перенимает эстафету Пролетарска, которая практически продолжает догорать. Она выгорела больше половины, там выгорела цистерн и емкостей с топливом, мазутом и авиационным керосином. И вот теперь база «Атлас» начинает ее догонять по масштабам пожара. Так что будем надеяться, что выгорит все до конца. Кроме этого, удары были нанесены по нефтебазе «Зенит». Это Кировская область, это район Санкт-Петербурга, это вот то, что мы вчера говорили, 1400 километров пролетели наши дроны. И полевому артиллерийскому складу группировки рашистских войск с запад, в Воронежской области. И туда прилетела и идет детонация этого склада. Также сегодня ночью в Крыму, в Севастополе, работало ПВО, отбивали атаку дронов. Ну, как всегда, и гауляйтеры Крыма, и рашистское министерство обороны доложили, что все сбито. Но пока детализации этой информации нет, поэтому подождем. Видите, генеральный штаб, как обычно, с небольшой задержкой, даст нам информацию, что же сегодня ночью было атаковано, что сгорело, что может быть утонуло или взорвалось в временно оккупированном Севастополе, украинском городе. Кстати, надо отметить, что где Севастополь, где Керчь, мы же понимаем по карте, какое расстояние. Но тем не менее, атака на Севастополь, опять рашисты перекрывали свой Крымский мост, который вот-вот должен быть уничтожен нашими силами. То есть, движение было в ночи, движение по Крымскому мосту было перекрыто, и опять там применяли методы маскировки, типа задымления, радиолокации и всего-всего остального. То есть, грудью защищали Крымский мост. Но мы пока, я так понял, в эту ночь его не атаковали. Далее, вот относительно вчерашней новости по поводу того, что каталог целей едет в Вашингтон. То есть, мы везем целый каталог тех объектов, которые могут находиться. Их там около 250. Их посчитал в том числе и Американский институт изучения войны. Видите карту, как это примерно выглядит географически на местности. И, как и говорилось ранее, сотни военных объектов Российской Федерации остаются в зоне досягаемости ракет Атакумс. Это вот к вопросу. Там уже целая волна флешмоб поднялся по Европе, по странам-партнерам Украины, которые призывают Байдена снять ограничения на применение американских ракет по территории Российской Федерации. На всю дальность досягаемости этих ракет. То есть, на глубину 300 километров. Согласно подсчетам экспертов Американского института изучения войны, хотя российские войска вывели свои самолеты в безопасные районы, все равно в зону действия западных ракет входит по меньшей мере 225 военных объектов, включая авиабазы. Ведь авиабазы все равно остаются. Мы все равно можем наносить по ним удар. Там и топливо, там и военно-техническое имущество для ремонта самолетов, там и боеприпасы. Нельзя. Самолеты можно поднять и перебросить вместе с личным составом пилотов. А вывезти авиабазу, это надо не один месяц. Это надо кучу транспорта для того, чтобы ее перевезти. Этого ничего не сделав. Самолеты отогнали. Поэтому авиабазы можно... И пусть себе самолетики стоят там где-то за 300 километров. Ну и там надо будет обеспечивать авиа, этот бомбовую загрузку, ракетно-бомбовую загрузку, то есть боевую загрузку и топливо. Ну вот это по военной обстановке. Теперь два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в мире и в нашей стране. Вчера прошло заседание Украина-НАТО, как я вам обещал, есть результаты этого заседания. Сделал заявление Йенс Столтенберг, он пока еще рулит североатлантическим блоком. И он заявил, что союзники сегодня, ну вчера подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине. Увеличивают. Видите, чем больше старается Путин убедить, что не надо помогать Украине, тем больше нам помогают. То есть, молодец, работает на укрепление нашей боеспособности и наших способностях противостоять рашистской оккупационной армии. Об этом заявил глава Альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета Украина-НАТО. По его словам, на заседании обсуждались события на поле боя и приоритетные потребности Киева, по чьей просьбой была созвана встреча. Члены Альянса также решительно осудили усиление рашистских авиаударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре. Ну, я вам скажу так, что дадут вооружение и дадут его больше. Причем, видите, мы экстренно просили и ответ мы получили позитивный. Экстренно дадут. Ну, а параллельно происходят процессы наращивания военно-промышленного комплекса во многих странах, во всем мире. Путин открыл ящик Пандоры и сейчас гонка вооружений распространяется. Хочешь, не хочешь, а в гонке вооружений сейчас будут участвовать все страны, которые хоть маломальски задумываются о своей безопасности. Кто-то обновляет парк боевых машин или самолетов, кто-то обновляет запасы боеприпасов и увеличивает их. Потому что наша война показала, что те нормы, которые были прописаны на основании итогов Второй мировой войны, никуда не годятся и не соответствуют запросам и потребностям сегодняшнего дня. Кто-то начинает пытаться разрабатывать что-то или покупать более инновационное в плане робототехники, как на земле, как на воде и в воздухе. То есть фактически мир сегодня ударился именно в гонку вооружений. И вот как результат Пенсильвания, завод по производству боеприпасов увеличил производство боеприпасов для поставок в Украину. Вот что приятно, это то, что не для себя любимых, а для поставок нам. Об этом пишет Associated Press. Завод кует 907-килограммовые стальные прутки для 155-мм галпичных снарядов, которые затем отправляют в штат Айова, где их оснащают взрывчаткой. После этого многие боеприпасы отправляются на войну в Украину. По данным правительства Соединенных Штатов, страна уже предоставила нашим бойцам 3 155-мм снарядов с момента вторжения Рашидской Федерации в 2022 году. То есть растет производство, там цифры уже говорят, что сейчас уже 80 тысяч снарядов в месяц выпускает завод. И завод хочет выйти на цифру 100 тысяч снарядов в месяц для дальнейших увеличения поставок в нашу страну. Так что снарядов будет больше. Продолжение следует...